Здравствуйте, люди мои дорогие! Мы с вами приехали на Пролетарский завод в рамках проекта «Заводы России». Завод был основан в 1826 году и до сих пор является одним из самых крупных машиностроительных предприятий Северо-Запада. Сейчас мы с вами пройдемся по цехам, посмотрим, как строит флот сильной страны. Айда, с нами ваша Виктория Корабеловна. Мы с вами в заготовительном цеху номер один. Само здание 1895 года состоит из трех подразделений – литейное, гальваническое и участок по изготовлению тары. Установка занимается смесеприготовлением. Смесь приготовляют из песка, жидкого стекла и каустика. За счет того, что на Пролетарском заводе сейчас разрабатывается много новой номенклатуры, за счет этого требуются новые тары. Установка позволяет увеличить производительность и качество форм. Для начала мы с вами увидели, как плавят метан в индукционной печке. Плавильщики наблюдают процесс плавления бронзы. По мере плавления и достижения необходимой температуры, а это около 1000 градусов, будет выпуск металла в предварительно разогретый ковш. Сейчас вот эта машина, она предварительно уже запустилась в работу. Там вращающийся стоит кокель. Так она и называется – центробежная машина. За счет центробежных сил металл распределяется по кокелю и, соответственно, уплотняется. Что позволяет вообще изготавливать втулки без применения стержней. Мы с вами приехали в кузнечно-термический цех. На сегодняшний день здесь работает 37 человек. Но если вы кузнец, машинист или термист, занимаетесь термообработкой, добро пожаловать на пролетарский завод. Основная задача цеха – это обеспечение цехов основного производства паковками. За мной находится молотый кантователь. Произведено в Воронеже в 1975 году. Если говорить на кастрюлях, так сказать, на нашем языке домохозяек, то кантователь крутит по ковку, а молотый ее бьет. В дальнейшем это остывает либо просто на воздухе, либо в специальной яме, зависит от типа металла. Короче, вот это слиток, а здесь 3460 килограмм, сталь 20. Вот такой малыш. Разделка заготовки под переков производится либо методом кузнечной рубки на молоте, либо производится резко на ленточно-пильном станке. Мы с вами перешли в молотовый участок. Здесь два двухтонных молота, один сейчас на ремонте. Мы нашли ванну. Она для храждения кузнечного инструмента. Видимо, чтобы он не деформировался. Есть, кстати, новая, ее не успели заменить. За мной находится машинист молота. Вот эта девушка, она, кстати, уже 15 лет как на пенсии. Два кузнеца, бригадир и подручный. Значит, в двух словах. Что мы видим? Берется заготовка, разогревается, протягивается с одного сечения на другое. Рубится на мерные заготовки. После этого мы видим с вами, как изготавливается кольцо. Важно, чтобы технологически получилась необходимая структура металла. Отходы металла здесь называются выдра. А отверстие делается с помощью прошивки. В простонародье называется именно так. Я спросила бригадира, почему нельзя это делать сразу где-то на станках фрезерных. Они сказали, что это намного быстрее. Сейчас мы с вами переместились в сборочный и сварочный цех. Посмотрим, что там производят. А спецэффектами идет тополиный пух в Санкт-Петербурге, неотъемлемая часть нашего города. Пойдемте. Станок гидроабразивной резки – это приобретение в рамках центральной программы техвооружения. Его использование позволяет сократить объем механообработки на станках фрезерной резки. Также точность станка позволяет экономить материал. Резать можно из любого вида материала. Это асбест, резины, все виды металла и в теории даже стекло и камень. Но пролетарскому заводу это не требуется пока что. Например, вот эта вот МСЧа – мелочевка пойдет для наших амурских корабелов. Сейчас мы с вами пойдем в участок сборки титановых изделий. Там требуется абсолютная чистота, поэтому его изолировали. И вход по специальным пропускам. Пойдемте посмотрим. В чем сложность сварки титанов? Простыми словами, нельзя, чтобы на шов попадала никакая пыль, иначе будут дефекты. Пока все обедают, мы с вами проверили обновленную проходную. Всего их на заводе четыре. Это проходная с улицы Дудко. При входе висит красивая доска почета. Интересно, что в цехах фотографирован не руководитель, а весь цех вместе. Это приятно. Территория предприятия настолько большая, она оставляет 20 гектар, что у них есть своя площадь вместе с памятником Ленина. Как говорят заводчане, это единственный Ленин в Питере, который держит руку в кармане. Здесь у нас происходят пусконаладочные работы, изделия УК и КЭМа. А что это такое, мы сказать не можем. Меньше знаешь, лучше спишь. Мы с вами перешли в механо-сборочный цех. Это самый большой цех на заводе. Здесь работает порядка 270 человек. Средний возраст уже 45 лет. То есть берут много молодежи. И за мной находится мини-филиал музея. Мы с вами пришли в механо-сборочный цех судового машиностроения. Здесь производят механо-обработку крупногабаритных изделий. За мной находятся два станка ЧПУ, САСТА. Их здесь у нас две единицы. Также есть продольно-фрезерные и расточные станки. Пойдемте посмотрим. Здесь у нас станки ДИП-500. Мы с вами их встречали на многих предприятиях. Есть еще станки ДИП-300. Это производство Рязанский станкостроительный завод. Без них, как говорится, никуда. Офига себе, это нелегко. В данном цеху идет реконструкция. За мной находится целый карусельный участок. На сегодняшний день вот один такой карусельный станок находится в работе. Цех, как видите, большой, светлый. Здесь работает 260 человек. Здесь у нас по всему периметру 5 кранов. Самый большой весит 80 тонн. Также наверх по лестнице можно подняться. Там есть душевые и раздевалки. Душевые уже отремонтированы, как нам сказали. А раздевалки в процессе ремонта. Так в ближайшее время будут выглядеть все участки пролетарского завода. Пока посмотрим на этот участок. Участок отремонтирован по федеральной целевой программе. Здесь все-все-все вообще новое. Здесь у нас хранятся отдельные отходы мусора. Здесь у нас идет мониторинг оборудования. Если что-то сломалось, можно приложить карточку, отремонтировать, посмотреть, какой процент работает или не работает. Но в целом сейчас все работает. Здесь у нас производственная система. Стойка для хранения инструментов. По мне так это очень красиво. Такая елочка. Красная дорожка. У всех своя. Станки на заводах используют на все 300%. Работают они в три смены, то есть круглосуточно. Мы находимся на участке седьмого цеха. Здесь два станка. Они производят 25 штук в смену роторных и 6 штук турбинных лопаток. На ГТГ всего требуется 2500 лопаток в сумме. Работа идет круглосуточно. И одну такую лопатку делают примерно два месяца. В цехах очень чисто, аккуратненько. Везде есть зеленые цветочки. И система 5С прям очень сильно развита. Вот так вот выглядит лопатка, когда она попадает на станок. Тут у нас доска производственная, анализы. Тут у нас предприятие ОСК. Всегда привлекают людей. Есть система приведи друга, получи премию. Я не знаю, сколько на пролетарском заводе. Но обычно это достаточно большая сумма. От 30 до 40 тысяч рублей. Круссельный станок, который, кстати, куплен в 80-м году. Выглядит достаточно современно. Обрабатывает уникальные детали для ГТГ. Перечень производимой продукции на сегодня настолько большой, что перечислять его я точно не смогу. Мы пустим плащиками с двух сторон.